МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадебов. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Членство Греции в еврозоне под вопросом на референдуме. Народ сказал нет и приблизил государство к дефолту. Судят в закрытом режиме. Менчанин, пустивший в ход нож против жены и своих детей и убивший в аварии двух человек, признан невменяемым. Эмоциональная сдержанность помогает людям легче переносить жару. Похолодание в Беларуси ожидается лишь в четвергу. Купальская ночь. Народные праздники, традиции предков. Молодежь Беларуси сегодня может найти цветок счастья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страны еврозоны рассмотрят новые предложения Греции. Встреча состоится завтра в Брюсселе. Они будут пытаться выработать единую позицию после того, как жители этой страны проголосовали на референдуме против усилий и условий, предложенных кредиторами для предоставления Афинам экстренной финансовой помощи. Тем временем министр финансов Греции подал в отставку. О таком решении он объявил сразу после референдума. Напомню, по его итогам более 60% греков сказали нет международным кредиторам. Все греки сказали нет ужасом. Мы страна, в которой родилась демократия, и все это знают. Поэтому мы хотим быть под первым номером в Европе. Напомню, Европейская комиссия, которая вместе с МВФ входит в тройку главных международных кредиторов Греции, требовала от Афин увеличения налогов и сокращения социальных пособий с тем, чтобы они смогли выполнить свои долговые обязательства. Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем. Казахстанскому лидеру исполнилось 75. Главы государств обсудили состояние белорусско-казахстанских отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях. Минские и Любляна обсудят развитие диалога по линии Беларусь-ЕС. С визитом в Словении находится заместитель министра иностранных дел нашей страны. Елена Купчина на встрече с руководством внешнеполитического ведомства Словении обсудит состояние и перспективы расширения двусторонних отношений в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено вопросам подготовки к очередному заседанию Белорусско-словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и бизнес-форуму, проведение которых запланировано на сентябрь. Украинское направление в туризме в Беларуси находится делегацией из Одесской области. Гости посещают Могилевский регион, обсуждаются перспективы сотрудничества, в первую очередь экономического. Так украинцы приглашают к себе белорусских туристов, ищут новые рынки сбыта продукции. Сегодня Белоруссия, развивая свой туризм, она, не имея моря, могла бы использовать территорию Одесской области для того, чтобы наши граждане проводили там своё оздоровление. Что касается экономического положения и экономического отношения, со своей стороны предложили им сотрудничество с созданием совместного предприятия по обслуживанию и сборке лифтов в Одессе. Мы сегодня рассматриваем и предлагаем им дальнейшее сотрудничество по производству вагонов. В Луганске вслед за Донецком объявили о проведении местных выборов без консультации с другими участниками переговоров по украинскому конфликту. Точная дата голосования 1 ноября. Ситуация на юго-востоке Украины остаётся неспокойной. В Мариуполе произошёл взрыв. По меньшей мере, два человека ранены. Они госпитализированы в тяжёлом состоянии. Наиболее активные действия сейчас идут в районе Донецкого аэропорта и городка Спартак. Там есть жертвы среди мирного населения. Их число пока не уточняется. Литва и США подписали меморандум о сотрудничестве сухопутных сил. В документе утверждён план, который предусматривает проведение совместных учений. В течение ближайших двух лет будет проведено порядка 15 манёвров, которые станут дополнением для проходящей на территории Восточной Европы операции «Атлантическая решимость». В документе также отмечается необходимость усиления обоюдных обязательств государств в сфере коллективной безопасности. Кроме того, совместные манёвры военнослужащих Литвы и США должны улучшить их подготовку в международных операциях под руководством НАТО и США. Сирийская армия ликвидировала около 30 боевиков провинции Хама. В результате спецоперации ликвидированы участники сразу нескольких группировок. Военным также удалось уничтожить более десятка автомобилей-исламистов. О погибших и раненых со стороны сирийской армии не сообщается. Напомню, вооружённый конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 200 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооружённым формированиям. Наиболее активными являются боевики исламского государства. В Великобритании в результате ДТП ранены более 10 человек. В центре города Брайтон столкнулись два автобуса. Два человека находятся в критическом состоянии, врачи буквально борются за их жизни. Состояние ещё троих медики оценивают как серьёзное. На данный момент они госпитализированы. Остальные 8 человек получили ранения, их жизни ничего не укражает. Авария произошла недалеко от вокзала. Причины происшествия пока устанавливаются. В настоящее время улицы неподалёку от места ДТП перекрыты. Полиция Армении освободила центральный проспект от протестующих. Правоохранители предупредили участников акции, выступающих против повышения тарифов на электричество, о намерении убрать в проезжей части все посторонние предметы. Однако эти призывы были проигнорированы. В итоге все активисты задержаны и отправлены в полицейские участки. Напомню, недовольные собрались в столице страны 17 июня. Полиция применила силу при разгоне митингов в столице. В результате около 20 человек пострадали, ещё более 200 были задержаны. Анастасия Колесник, телекомпания СТВ. В Минском городском суде началось рассмотрение дела о трагедии на улице Гая. Напомнив, в ноябре прошлого года мужчина совершил ДТП, в котором погибла супружеская пара. До этого он пытался убить свою жену и двух малолетних детей. Обвиняемый признан невменяемым. Как определила экспертиза, мужчина не отдавал отчёт своим действиям из-за психологического состояния. Дело слушается на закрытом судебном заседании. Рассмотрение проводится в закрытом судебном заседании. С учётом того, что уголовное дело рассматривается о совершении общественно опасного деяния, то мера наказания не предусматривает, а только лишь применение принудительных мер безопасности лечения. В Могилёвской области утонул школьник. Во время игры на берегу реки мальчик упал в воду. Глубина именно в этом месте около трёх метров и достаточно быстрое течение. Мальчик не умел плавать. По данному факту Белонический районный отдел Следственного комитета проводит проверку. С начала лета, напомним, с начала лета в Могилёвской области утонули 13 человек. Спокойствие и только спокойствие. Эмоциональная сдержанность помогает людям легче переносить жару. Стресс, когда на улице больше 30 градусов, усиливает риск получения теплового либо солнечного удара. Следует по возможности ограничить и длительные поездки на автомобиле. В Беларуси из-за жары только за прошедшие выходные к врачам за помощью обратились более 130 человек. Сегодня в Минске до плюс 33, по югу страны до 36 градусов. С четверга ожидается некоторое понижение температуры. К жаре не готово. В Минске некоторые торговые объекты пришлось закрыть. Только за минувшие выходные приустановлена работа более 60 магазинов. Например, в торговом зале Чижовского рынка температура воздуха достигала 34 градуса. С таким плюсом сохранность продуктов однозначно уходит в минус. Не досчитаются выручки и некоторые торговые точки на других рынках. И закрыли за несоблюдением температурных режимов. Белая Русь с любовью к детям. Активисты общественного объединения вместе с представителями власти дарят подарки мамам и малышам, которые родились именно в День независимости. Акция проводится по всей стране уже в седьмой раз. За это время успели получить в подарки более 2000 женщин. Ну а сегодня только в столице раздадут ровно 63 подарка. Именно столько минчанам появилось на свет 3 июля. Всего по стране в главный государственный праздник родилось 260 человек. Для меня это не новость, то что поздравляют. Потому что ежегодно проходит эта акция. И мы видим по телевизору, и рассказывают какие-то знакомые, которых поздравляли. Конечно, это не новость. Но то, что и нас придут поздравлять сюда, очень приятно. Очень приятно. Эта акция стала для нас традиционной. Это самая первая акция, которую республиканское общественное объединение начало проводить по всей республике. Для нас это просто знаковое мероприятие, потому что мы создавали свое республиканское общественное объединение. Вот как раз на волне поддержки нашего государства, его независимости. Старались объединить вокруг себя самых таких вот прогрессивных людей. И я считаю, что это у нас получилось. И, конечно же, детки, которые рождаются 3 июля в День независимости для нас, они знаковые. С ростом рождаемости в Беларуси сохраняется еще одна положительная тенденция. Все чаще малыши появляются в семьях, где уже есть дети. Заботу о них вместе с родителями разделяет и государство. Для каждой женщины, конечно, материнство – это огромная радость. Но это не только огромная радость, это огромная ответственность. Вот сейчас мы разрабатываем концепцию третьей национальной программы. Я думаю, вот те условия, которые создаются в наших больницах, в наших медицинских учреждениях, та поддержка государства, которая сегодня направлена на поддержку семей, вот дает такие результаты. Это очень хорошо, это замечательно. Купальская ночь – традиционный народный праздник, отметят по всей стране. На берегах рек и озер зазвучат фольклорные песни. У молодежи, как всегда, появится возможность потанцевать и попрыгать через костры. Ну и как же без опускания на воду венков, чтобы предсказать свою судьбу? Самые смелые отправятся на поиски цветка счастья. По народному поверью, папарацкветка распускается в полночь. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск новостей в 19.30. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.